Она сияет ярким-ярким солнечным светом Привет, дорогие! Вещаю вам из красивого парка. Сегодня я тут одна. Маша осталась дома. Досыпать эту ночь мы не спали. У нас было очень громко, страшно, шумно, прилёты. Поэтому Машу оставили дома отсыпаться. Все дети отсыпаются. Только я, Валера и Марк уехали на дзюдо. А я пошла в парк немножко посидеть в тишине. Это так полезно. Сегодня праздник. Медовый спас. Всех хочу православных поздравить с этим праздником. Божьей милости, мира. И добра. Мы очень рады ездим на спорт. И приезжаем домой, когда уже все только просыпаются. Поэтому дети даже и не замечают, что нас нету с утра. Вот такая красота для глаз. Берёзы. Рябина. Красивая. Сидишь и отдыхаешь. Заземляешься. Утром мы ходим с Валерой по газону у себя во дворе. Заземляемся, пьём кофе. А потом быстренько собираемся. И на спорт. После спорта, естественно, нужно в магазин заехать. Как минимум за молоком. И возвращаться в свою домашнюю рутину. Хорошо сейчас по утрам. Мне жарко. Прекрасно. Для спорта, для тренировок то, что надо. Всё, бегу к Валерии. Едем домой. Мы дома. Заехали в Таврию. Хотела показать. Сейчас у меня гибискусы цветут. Такая красота. Я видела в интернете травянистые гибискусы. Боже мой, там цветок просто огромный. У меня тут аллейка из гибискусов. Розовые, белые и... Ну, не розовые, а сиреневые. Вот такая аллейка тут будет. Тут тоже планируем порядочки навести. Лишние убрать. И что включила камеру? Хотела показать. Глициния радует. Видел, Валер? Глициния цветёт. Цветёт заново. Уже третий раз цветёт. Я в восторге. Хочу её размножить. Там мы сохранили горошинки от глицинии. Может, получится прорастить ещё такую. Она не такая агрессивная, как та. Та очень агрессивная. И нам надо заменить её, наверное, на такую. Растения тоже могут быть агрессивные? Конечно. Что, распаковка? Распаковка? Огород, распаковка, кухня. Всё по плану. Всё по плану. Тихо. Может, ещё спят. Розочки цветут. Ой, какая красота. Ой, пахнут розы. Проходишь? Это так пахнет. Очень сладко, вкусно. И что у меня начало цвести? Там цветок ночная красавица начала цвести розовеньким. И хосты начали цвести. Из нового. И пошли по второму кругу цвести вот эти белые цветочки. Я их называю облака. Ой, жарко. Всё, сейчас делаем распаковку. И купаться, загорать, стирать. Стирка бесконечная. Ой, хорошо тут тенёчек. Дети тут играют в тенёчки. Хорошее место здесь. Жаль, только виноград поболел. А так место хорошее. Для детей тут никогда не жарко. Тут хорошо. Так, побежала я. Побежала я. Всех с праздником! Молодец. Да, с медовым спасом. Что ты пожелаешь нашим зрителям, дорогим? Чтоб жизнь ваша была как мед, сладкая. Вкусная. И все они гораздо обходили стороной. Поэтому купила Валера святой подарок. Новые шлёпки. Потому что старых уже дырка. Дырка! Как можно на диване лежать и шлёпки до дыр истоптать? Не знаю, кто-то снашивает. Это как вот этот святой Иоанн Сачавский, да? Кому меняют тапочки? О, всё, святой, модный. Пока вы спите, Валера по ночам добро делает. И я себе покупаю... Мешочки с золотом подкидывает люди. Шлёпки за сто семьдесят гривен. Я не покупаю себе кроссы за тысячу щенков. Это наш производитель. Он ещё поддерживает нашего производителя. Это украинский производитель. Молодец. Да. И прищепки мы купили. Потому что... Надо ещё нам сушку купить, Валера. Непровская область. Непровский район. Село Слобожанск. Всё своё поддерживаем. Много вещей сейчас добавляется. Дети купили на Хумане. Потом подарили. Потом ещё купить. О, и надо ещё вешалки. Истирать. Елки-палки. Мне шкаф нужно. Я не знаю. Я уже вот так впихиваю. Да, да. Примерно так это выглядит. Это мы с Марком выбирали. В честь праздника. Я им в честь праздника. Марк захотел зефир. Говорит, мы так давно зефирок не ели. Я Марка больше с собой не буду супермаркет брать. Он бегает охапками. Скидывает. Он такой, не, я просто то, что мама выбирает, говорит, отношу. Ты только с нами это набираешь. Дедушка с бабушкой тоже в супермаркете ходить. Набирает. Так, это не кольки. Не кольки. Ты что, не можешь яблоко? Нету яблока перебить. Нету яблока. Нету у нас яблока персика тоже нету. Вот покупаем пока так. А что это такое? Яблоко банан. А это... Керки? А-а-а. Это... Как это? Пастила. Пастила детская. Хорошо. Йогурт по скидке еще. В общем, Николь у нас первый ребенок, который мы покупаем вот такую вот. Да, вот, например... Вкусняшки. Эти мы не покупали. Ну, если бы я выезжала куда-то. Здесь что-то как-то... Все натуральное. Ну, ее деньги мы тратим на нее. И то не хватает. Так. А это... Это папа вот выбирал. Вот это папа. С молочком. Это Марк выбирал, любит. Это папа выбирал. Это вот мама с Марком выбирали. Да. Вот такие упаковки. С маслом намазать. О, вкусно. А папа о чем думает? Папа думает о засолке всякой. А что это за сель-то-то? Я соль купил, там, куда-нибудь еще натонать. Потому что наша как бы сейчас пошла, мы же начали трошки... Консервация. А что ты так мало купил соли? Килограмм. Да я боюсь много покупать. Она же сейчас... Знаешь, смотришь, соли. Соли раньше была одна. Ну, прям уж одна. Ну, одна. Остальное какое-то там трошки было. Ну, лидированное еще. Был Артем, соль простой. Мелкая такая была еще. И какие-то там пару морских. Сейчас... Было больше. Два полка соли. Три полка соли. Ты думаешь, блин, как бы не вляпнутся, как мы купили тогда морскую соль. Не помню, румынскую что ли. А она такая грязная, чтобы... Мы не купили. Нам дали... А, коммунитарки дали. Ну, они же тоже где-то ее взяли. Ну, не важно. В общем, смотришь, осторожно с этими солями надо сейчас. Так, купил, понравилось еще. Осторожно с солями. Да, с солями. Нету солями. Так, молоко, молоко. С печенюшками то, что надо. И... И... Так. Ира грозила, что-то с кефиром сделать, да, Ирина? Да, оладушки какие-то с теной. Оладушки с творожком. Пару лактунь. Оладушки с творожком. И... Помыть бошку. Шампунь. Все, вот это что-то, 1100 гривен, что-то вот это, что-то по скидке. Все по скидке. Все абсолютно по скидке. В общем, через день, как минимум, тысяча, как минимум, через день. Плюс, туда надо забить привоз, но еще в день уходит на питание очень много. У нас много и денег уходит на питание тоже очень много. То есть, на питание не скиднуешь. А мы не стараемся. Можно на каких-то вещах, чтобы на секунде даже купить там. Нету секунда по питанию у нас. Нету секунда по питанию. Про секунды по этой, по еде. Нет. Какая-то тема была, помню, за рубежом. Она, наверное, еще есть. В общем, там супермаркеты, не так, как у нас супермаркеты. Знаешь, подходит срок годности, допустим, завтра. Они такие, переклеили, переклеили еще на неделю. А там это, через несколько не заканчивается, либо они раздают где-то гуманитарное, либо вот что-то специально, ну, я не знаю, как вот мусор кидают. Тут у них есть такие контейнеры, ну, не как у нас мусор, знаешь, а складывают. Вонючие, да. Да, что-то вот складывают, и люди просто приходят, как бы, и срок разыграют. Малой мусор, да. То есть, то, что еще срок не прошел, но вот он там сегодня или завтра заканчивается. Вот какую-то тему мы когда-то видели. Да, Орел и Решка смотрели. Ну, это, как бы, понятно, что это не про Украину. Нету секонда поедемов. Валера бы там сидел бы, наворачивал. Сейчас тебе напишут, я даже боюсь представить, что он тебе сейчас напишут. Сидим так всей семьей, так и наворачиваем. Снимаем бум-банк на камеру. Ой-ой-ой, сколько у нас было бы комментариев. Да, добрых людей. Хорошо. Едем в Европу. Нет, там уже столько наших. Я думаю, эта тема там уже закрыта. Там этого нет уже. Вот такое. Все, раскладываемся. Раскладываем, делаем все кусяшки. И делаем праздник. Сладенькое все, кушаем. Кушаем праздник. Добра, Мира. Мороженое сегодня не купите. Мы немножко отдыхаем. Мы или мороженое покупаем, или какие-то сладости. Да, мы так. В перерыве. Все, всем добра, Мила. 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 Чтоб всем было мило. Все, до свидания. До встречи. Пока туда-сюда, время близится к обеду. Ну, конечно же, я буду готовить очень быстрый обед. У меня были сосиски. Бабушка Валя передала. Я их обжариваю с луком и морковью. Далее я нарежу спаржевую фасоль. Я только что собрал ее с огорода. Хорошо она у нас растет. Я уже даже с мамой поделилась, угостила ее. Вот, нравится мне ее выращивать. Вот такая она мясистая. По поводу вигны. Вигну я тоже выращивала. Ну, разницы я большой не увидела. Только разница в длине стручков. Вигна такая длинная-длинная. И она вьющаяся, да, фасоль, как огурцы. А это кустиком растет. И так много. Я бы даже сказала, что пустовая фасоль, такая спаржевая, ее как-то и больше. И она более такая мясистая. А вигна немножко потоньше, подлиннее. И мне показалось, что там надо успеть сорвать, потому что быстро созревают семена внутри. И не такая мясистая. Все. Фасоль пошла к овощам и колбаскам. Далее у нас пошла картошечка. И я сейчас нарублю капусту. Когда все овощи карамелизировались, я уже добавляю в конце капусту. Немного капусты я протушила. И буду добавлять специи. Зира, антипук, соль, перец, кориандр, паприка и сушеный чеснок. Зиру обязательно растираю в ладошки. Так выделяются вот эти полезные масла эфирные. А аромат на весь дом. Все. Я перемешала специи. Больше не буду перемешивать, чтобы не разрушить картофель. Получилось такое а-ля немецкое блюдо с сосисками. Накрываю крышкой и довожу до готовности картофеля и капусты. Все остальное уже готово. Параллельно я запарила овсянку для детей. Они любят это блюдо с овсянкой, чтобы хотя бы ложка овсянки присутствовала. Вот такая тарелка. И ждем еще. Сейчас Валера принесет нам домашних маринованных огурчиков. Карамелизированные овощи, фасоль, капуста и ложка полезной овсянки. О, тут лучше свет падает. Можно лучше увидеть, как это красиво, ароматно весь дом. Так, огурчики наши. Так, наши. Ой, не маринован. Как огурчики идти? Они как бы соленые, но то, что вот это, это более квашеные такие. Полезные, да, считается? Ой, как ты захрустел, ой, как ты захрустел. Что ты скажешь про автоклавные огурчики? Ну, очень, очень надо с температурой аккуратно. Я даже вот 90 градусов. Это, хотя по инструкции, ну, в одной инструкции пишу где-то 80, где-то 90. Я решил как бы не рисковать после 90 и на 10 минут. Но из-за того, что автоклав долго остывает, они немножко стали мягенькие. То есть, если сделать еще один эксперимент, то можно попробовать до 80 довести. А-а-а, это когда вот дешевые огурцы можно экспериментировать. Да, 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 можно, можно как бы. Мы первый раз делали, и... А по вкусу получается что-то типа, вот когда-то мы цукини вот делали по этому же рецепту, они такие вот как консистенции получились, как цукини. Ну, пойдут, мы съедим, но температура 90 это много. В следующий раз попробую, может, пару баночек чисто 80 сделать. Ну, пару баночек чисто для эксперимента, чтобы знать. Классику никто не отменял. Ну, там свое удобство есть. Просто надо прийти к тому, что как бы будет проверено. Ну, это классический классик. Все, бери тарелку, кушай. Я тут наготовила. Смочного, детки. Кушаем. Красота. Вкусно-то. И кашку поели, и капусточкой закусили. Да, да, картошка лишняя выплевываем. И каша лишняя. Красота, посмотри на меня. Кукла. Кукла. Давай. Ам. Ам. Ой, как мы красиво кушаем. Ничего, ничего. Все нормально. Все нормально. Что попало, то попало. Ты молодец. Все хорошо. Красота. Учимся. Учимся, научимся. Чем быстрее будем вот так есть, вот так, тем быстрее мы научимся. А вилочка. Николь. А вилочка ням-ням. Вилочка. Вилочка. Николь. Николь. Ой, ты замасолила уже все. Все. И маска сразу для лица. Да. Сквозь судьбы километры, через тернии в звездам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.